Привет всем, кому интересно разбираться в библиотеке YouTube для языка программирования Сиклисовет. Продолжаем записывать видео со встроенного микрофона, но надеюсь, что это крайнее видео с таким плохим звуком. Загадывать не будем, но будем надеяться. Сегодня поговорим про главное окно, собственно, основу любого программного средства, как это главное окно реализовывать с помощью библиотеки Qt. В общем-то, в прошлые разы, когда мы с вами разбирались в библиотеке Qt, мы уже научились отображать окна и говорили о том, что вообще-то любой виджет может являться окном. Соответственно, если это окно одно, то оно же является главным. В общем-то, программист может использовать для реализации главного окна пустой класс Qwidжет, и никто его за это упрекать не должен. Если он захотел так сделать, пусть делает. Но зачем-то разработчики библиотеки Qt предлагают нам использовать класс MainWindow. Вот онлайн-документация, страничка, посвященная этому классу. Видно, что он наследован напрямую от класса Qwidжет. Ну, значит, в общем-то, должен быть как-то на него похож. Давайте сразу, не разбираясь в деталях, попробуем этот класс отобразить, написать программу. Вот у меня заготовлен проект. Тут часть кода закомментирована, это на будущее задел. А мы сделаем следующим образом. Создадим виджет. Виджет, который у нас будет являться объектом класса MainWindow. Создали виджет, отобразили его и запустили приложение цикла обработки событий. Попробуем так сделать. Уберем временно файлы, которые нам будут мешать скомпилировать проект. и попробуем собрать. А пока собирается проект, все-таки поизучаем страничку, посвященную классу MainWindow. Можно видеть, что есть тут фигурируют названия DockWidget, ToolBar, CentralWidget, некий DockOptions, SetRemove, где-то еще затерялся статус, NewBar, статус тоже где-то должен быть. Название до этого нам не встречавшееся. Узнаем. Такие английского языка уже смогут догадаться, конечно. Ну, вот здесь есть у нас клавиша, или нет, ссылка «Узнать больше». Переключимся сюда. Здесь будем изучать дальше. Посмотрим, скомпилировался. Пропробуем его отобразить. Вот у нас появилось окошко. В общем-то, окошко ничем не отличается от виджета. Заголовок пустое совершенно, несмотря на то, что там вот куча функций у нас в классе новых носительно классов у виджета. А ничего этого на внешний вид никак не не отобразилось. Поэтому давайте почитаем документацию. Итак, вот у нас есть схематично изображенная структура главного окна, которую предлагают нам разработчики библиотеки Qt. Есть область меню, то есть это панель меню, главного меню. Есть так называемый Toolbars, то есть это панели инструментов. Есть некоторые области, которые нужны для отображения виджетов, которые здесь названы Dock Widgets. И есть область центрального виджета. Ну и внизу вот здесь притаилась область для отображения панели статуса. То есть разработчики библиотеки нам предлагают, что главное окно оно вот так вот как правило выглядит, и они вообще говоря правы, как правило так и выглядит главное окно в большинстве приложений. И как правило у главного окна есть вот такие области, которые можно использовать для наполнения их своими элементами графическим управлением либо отображением информации. Вернемся к описанию методов класса MainWindow и посмотрим внимательно. Методы, посвященные DockWidgetToolBar у нас снабжены префиксом add, то есть добавить. CentralWidget почему-то нет add префикса, то есть это означает, что CentralWidget уже есть центральный виджет главного окна. Аналогичным образом есть уже меню и есть статус. То есть виджеты статуса меню и центральный по умолчанию в главном окне присутствуют, а вот панель инструментов и так называемые DockWidgetToolBar отсутствуют. Панель инструментов это более распространенная сущность сравнения с DockWidgetToolBar вот здесь в браузере тоже есть панель инструментов, вот она. Главное меню в браузере вынесено заголовок, ну это новшество, а в классическом варианте, который пока еще сохраняется у нас, меню идет отдельно, отдельной панель. ленточка. DockWidgetToolBar с английского Dock имеет слово Dock несколько значений, вот то, что я смог перевести Dock, ну это понятно, причал, пристань, пирс и собственно Dock, ну либо это урезанный, какой-то отрезанный, укороченный. Оба значения, ну это там больше не прилагательный глагол, неважно, оба значения вообще говоря, подходит, больше подходит конечно Dock в том смысле, что виджеты, которые сюда размещаются, они как бы привязываются к центральному виджету, как лодки к пирсу привязываются, так же виджеты, которые размещаются в этой области, они привязываются к центральному виджету. Панели инструментов на самом деле работают аналогично, то есть их по умолчанию можно перетаскивать сверху вниз, там слева направо, снизу направо и так далее. Вообще говоря, оба этих элемента работают одинаково, поэтому мы разберем с вами только один, это панель инструментов, в Dock Widgets разбирать не будем, если у вас есть желание, можете самостоятельно попробовать. И мы с вами попробуем сделать главное окно, в котором есть меню, есть панель инструментов, есть панель статуса, ну и конечно центральный виджет. вернемся к нашему пустому окошку и все-таки еще раз удивимся, что несмотря на то, что изучив документацию мы видим, что есть и меню главное, и статус, и центральный виджет, здесь их нет. Это говорит о том, что эти виджеты просто пустые, а пустые виджеты не настроены никаким образом, они отображаются как пустое пространство, без рамок, без подписей, без наполнения. Поэтому, в общем-то, окно главное по умолчанию ничем не отличается по внешнему виду от виджета. Давайте будем все-таки его наполнять. Для этого я подключу назад проект уже заготовленный код, добавлю существующий файл исходного кода, и заодно поясню еще один момент, который мы не рассматривали в прошлых видео. Этот момент касается сигналов и флотов. Когда мы разбирались с вами с этим замечательным механизмом сигналов и флотов, мы с вами разобрали понятие мета-объектного компилятора, вот этой утилитки, которая позволяет генерировать дополнительные файлы исходного кода, то есть часть кода этого утилита генерировать за нас, и можно было заметить, что, вообще говоря, такой процесс не очень удобен, если особенно у нас проект большой, в данном случае у нас всего два заголовочных файла, а их может быть огромное количество, для каждого из них писать команду неудобно. Потом эти файлы периодически могут меняться, в них могут добавляться флоты, сигналы, постоянно это отслеживать, самому опять заново генерировать мобфайлы тоже неудобно. Если вы пользуетесь какими-то помощниками, такими, как, например, среда разработки библиотеки Qt Qt или дополнительная утилита точнее инструмент помощник Qt интегратор для этой среды разработки, то, в общем-то, вы не заметите, вы добавите заголовочный файл, эти помощники сами генерируют мобфайл, сами добавят в проект, соберут и все будет замечательно. Это удобно, хорошо, но при этом вы не понимаете, что происходит. То есть, если бы вы пользовались такого рода помощниками, вы бы никогда и не узнали, что существуют такие мобфайлы, для чего они нужны, как это работает, в общем, то, что мы с вами рассматривали в предыдущих видео. С другой стороны, действительно, вручную все это генерируют неудобно, но если углублено изучать возможности используемых вами инструментов, то можно решить эту проблему. В частности, в нашей среде разработки мы можем автоматизировать процесс формирования мобфайлов. Для этого откроем свойства заголовочного файла. То есть, этот заголовочный файл у нас содержит вот этот заголовочный файл у нас содержит один слот. про который мы позже поговорим, но как можно видеть, здесь у нас есть макрос object, есть у нас слот объявленный, то есть нам потребуется генерация мобфайла. Соответственно, чтобы это сделать, мы открываем свойства файла и по умолчанию тип файла указан заголовок, а мы указываем custom build tool. Custom build tool означает, что это инструмент для самостоятельной конфигурации сборки, то есть custom это настроенный, конфигурированный под себя, сделанный под себя на заказ. Вот, то есть это мы этот файл делаем не просто заголовочным, а неким дополнительным инструментом для сборки. Нажимаем применить, у нас появляется дополнительный пункт custom build tool, в который мы прописываем вот эти вот значения. Вот они у меня тут автоматом уже прописались, потому что я когда готовился это все написал, вот. Причем они, видите, они одинаковые. Сейчас я поясню, что это за значение. То есть вот эту команду вы должны были узнать. Это просто вызов мета-объектного компилятора. Но она тут усложненно выглядит, в ней добавлены макросы различные. Макрос projectdir вы уже должны знать. Это путь к каталогу проекта, файл name, имя файла, какого файла, которым мы работаем, в данном случае full main widget. Full path, полный путь к этому файлу, extension, расширение файла, но остальные макросы повторяются. Обратите внимание, здесь разные ключи указаны, здесь знак доллара, здесь процент. Вот. Значение этих макросов, вообще, набор этих макросов можно посмотреть вот так. Еще раз открываю выпадающий список, edit, макрос. вот здесь список макросов. И действительно, некоторые макросы начинаются со знака доллар, некоторые процента. Вот такая особенность. И, если приглядеться, здесь у нас значения эти одинаковые, и в этом удобство макросов. то есть, мы один раз эти значения написали, и дальше, не особенно включая мост, копируем их во все файлы. Автоматом действие создания макфайла будет выполняться для всех файлов в правильной конфигурации. Если тут приглядеться, то файлы будут складываться под директорию мак проекта. Обязательными строчками здесь являются первая и третья, то есть, первая строчка собственная выполняемая команда, третья, зависимость, то есть, какой файл при этом получается. Это нужно для отслеживания зависимости средой разработки. Ну, а это файл, вторая строчка содержит в себе информационное сообщение, которое выводится в стандартный вывод компилятора, поясняет, что сейчас происходит. Ну, вот я назвал процесс макин, вот сокращение мак, то есть, макин, то есть, смокать файл, грубо говоря, да, то есть, если так настроить оба файла, то они у нас уже будут автоматом, эти команды запускаться будут при компиляции проекта. и можно вот так нажать правой кнопкой на файл, у нас появится пункт меню компайл. Иногда он не активируется, иногда он остается вот так вот неактивным. На мой взгляд, глюк среды, возможно, в более поздних версиях это поправлено. Вот, но даже если он так неактивен, все равно этот процесс сборки, вот запуск этого мак, мета-объектного компилятора, он будет происходить во время общей сборки проекта. Можно и по частям собирать, то есть если вот так выполнить компайл, то будет выведено сообщение, которое мы написали, и у нас таким образом в папке под директорией проекта, которая называется у нас мак, появится макфайл. Второй файл мы так сделать не можем, потому что он не дает там среда разработки это сделать, поэтому мы запустим сборку проекта. И сначала у нас проект не соберется, потому что макфайл у нас в проект не добавлен. Обратите внимание, формирование первого макфайла пропущено, потому что оно было сделано нами уже самостоятельно, а вторая сборка выполнилась. И привычные нам сообщения о том, что не хватает реализованных методов. Но при этом у нас появилось два файла. Теперь мы добавляем проект. И вот это мы проделываем все один раз. То есть настраиваем заголовочные файлы, добавляем макфайлы. После этого, как бы мы эти файлы не меняли, у нас обновление макфайлов будет осуществляться автоматически и, соответственно, будет автоматически происходить сборка проекта. Не нужно при этом запускать метаобъектный компилятор самому. если мы сейчас запустим сборку, то, во-первых, у нас уже часть операций, которая сборка прошла до этого, а соберутся только добавленные файлы. Два макфайлов. И таким образом у нас будет проект автоматически сбираться без дополнительных усилий в консоль. Ну вот, проект собрался, но, тем не менее, мы пока еще не разобрали, что из себя представляет этот проект. Мы собрались делать главное окно, которое содержит пункт меню, панель инструментов, центральный виджет и панель статуса. Для этого воспользуемся наследником Кумэйн Windows, создадим свой собственный класс, незамисловатый я его назвал Кумэйн Виджет, потому что название Кумэйн Виджет занято, я назвал Кумэйн Виджет. Последовался. Поскольку у нас будет реакция пользователя, добавил макф Object, добавил слот, один слот Reaction, потом поясню почему. Ну и как мы с вами в предыдущих роликах говорили, неплохо бы то диалоговое окно, которое мы собрали, пристроить с пользой для дальнейших действий. Вот это наше диалоговое окно, я его переименовал как Add Dialog, то есть намекая на то, что это диалоговое окно будет у нас использовано для добавления элементов. окно. Вот так оно выглядит теперь, я убрал отсюда почти все лишнее, добавил дополнительную функцию Text Per-Values для того, чтобы получать значение из этого окна, который сделал пользователь и включил указатель на это окно в главное окно. Эта функция у нас будет вызывать диалоговое окно, и вот у нас есть еще тут три указателя на пока еще непонятный загадочный нам класс, объект класса CoolAction. Собственно все, вот наше замечательное главное окно. А в основном в функции точки входа у нас это окно создается, вызывается, то есть тоже все достаточно просто. Самое интересное, конечно, подходники в реализации два а именно в конструкторе. Давайте прежде чем разберем этот конструктор, вернемся к документации для того, чтобы понимать что мы делаем, откуда что берется. Итак, нам нужно еще раз меню. Для этого мы открываем смотрим функцию меню-бар, то есть функция, которая возвращает указатель на пустой пока еще у нас виджет содержащий меню. Панель меню. Он возвращает на него указатель. Посмотрим, что это за кой заквас. Вернемся к общему списку. Кроме меню нам потребуется панель инструментов. Посмотрим, что за функция. она добавляет у нас панель инструментов на главное окно и панель инструментов должно выглядеть следующим образом. Посмотрим, что это за панель инструментов. Вернемся назад к общему списку. У нас есть метод CentralWidget и есть SetCentralWidget. Центральный виджет мы, наверное, разберем в конце. Но, тем не менее, обратите внимание, метод CentralWidget принимает в качестве параметра указатель на QVidget. то есть это говорит о том, что Центральный виджет может быть любым абсолютно. Так что пока что насчет этого не будем беспокоиться. Посмотрим, что из себя представляет статус-бар. То есть панель статуса. Ну, например, вот эту функцию выберем. Посмотрим статус-бар, специальный виджет, виджет или виджет. Откроем страничку, посвященную этому классу. все, мы подготовили документацию для чтения, давайте смотреть. Меню. Меню у нас представляет из себя класс, который наследуется от бюджета, все отлично, содержит набор методов, в числе которых некие методы, связанные с добавлением загадочного объекта action и метод add menu, то есть панель в бар, меню бар, можно добавлять просто меню, класс, меню. Давайте тоже посмотрим, что это такое. Получается, у нас меню работает либо с action, то есть действиями, либо с меню, то есть некая другая конструкция. Ну и еще есть вот тут этот сепаратор, очевидно, это разделитель, то есть это вот можно догадаться по смыслу, что это такая черточка, которая не имеет функциональности, просто визуально разделяет один элемент от другого. Другие методы не будем рассматривать, для краткости изложения перейдем в документацию по классу меню. У него тоже есть тут добавить действия, и добавить меню. То есть получается, что у нас в общем-то меню и меню бар это более-менее одинаковые элементы, но меню бар это панель, то есть это ленточка, которая размещает меню горизонтально, а класс Q-меню это почти то же самое, то есть ленточка, которая размещает элементы вертикально. Особо разницы нет с некоторыми, конечно, добавлениями, которые вы сами можете догадаться какими, то есть просто обычное меню содержит только название, вернее, панель меню, а обычное меню, оно содержит информацию о быстрых клавишах, вот тут еще в буковке подчеркнутые, наверняка знаете, что это такое, могут быть здесь иконки, также сопровождать пункты меню, то есть в общем-то более сложный элемент для отображения. Туба, панель инструментов, тоже содержит в себе методы Add Action, то есть этот самый объект класса Cool Action можно добавлять как в меню, так и в панель инструментов. Ну, а панель статуса совсем простая, позволяет добавлять любой виджет на себя, либо выводить сообщения, то есть в общем-то особо функциональности никакой, в качестве интересного есть вот метод Set Side Quick Enable, который просто включает и выключает треугольничек в правом нижнем углу окна, за который можно окно стаскать и изменяя его размер. То есть панель статуса простая, потом ее попробуем реализовать, вернемся в меню и Toolbar. Итак, у нас есть два объекта, один Q-Menu, который мы можем создать добавить в панель меню и объект действия Action, который мы тоже можем добавить в меню либо на панель инструментов. Зачем нам нужно новый концепт Action? До этого у нас были кнопочки, мы с ними разбирались, то есть по идее, по логике можно было сделать и пункты меню, и вот эти панели в виде кнопочек. Но все-таки, если вы сами это попробовали сделать, все равно некоторые неудобства наверняка бы наблюдали. То есть выводы вот этих всех дополнительных информаций и так далее не очень было бы удобно. Давайте попробуем посмотреть, что из себя представляет класс Action. Action. Если посмотреть пояснение, что это такое, то есть это некоторый класс, который предоставляет некий абстрактный элемент интерфейса действия, которое может быть помещено на виджеты. Очень довольно-таки абстрактное пояснение, что это делается непонятно по-прежнему, но если мы посмотрим на конструктор, QAction принимает на вход icon, то есть иконку, картинку, принимает в качестве параметра строку и объект parent. Есть также у него тут разные методы для установки значений. Вот какой-то data есть, фон, icon, тот же самый, icon, текст, меню, разделитель и так далее. Быстрая клавиша, некая текст статуса, текст всплывающей подсказки. Получается, что в общем-то этот класс представляет собой описание действия, которое может помещаться в меню и выглядеть как иконка текст, самые дополнительные всякие примочки, в том числе и в панели инструментов и так же может выглядеть как иконка, всплывающая подсказка и так далее. А еще следует пояснить, чего в общем-то в документации чтобы это понять, надо дополнительно читать, то есть вот action щелкнуть мол прочитать вот этот вот текст. Здесь будет вам выяснено, что этот объект можно создать один раз и один раз его создав помещать в разные конструкции, то есть в меню и в панели инструментов. Объект будет один и тот же, но отображаться он будет и там и там и означать и вызывать одно и то же действие. Вот это как раз удобство такого подхода к action действия, который позволяет не дублируя код, один раз реализовать абстрактный конструкт и дальше его использовать в соединении с сигналами в конструкции соединения сигнал-код. Вот кстати говоря у него есть сигналы change hold hold tuggled trigger change изменил состояние hold т.е. курсор мыши над ним парит т.е. над ним находится tuggled это нажат т.е. некоторые действия специально настроены могут быть нажаты как элемент графического т.е. т.е. сработка т.е. просто нажали выбрали пункт меню либо щелкнули на панели инструментов эти сигналы можно использовать создав одинаковый объект настроить для него сигналы далее вставлять в разные панели инструментов пункты меню не дублируя код по обработке это удобная конструкция для сокращения кода и так что нам теперь надо сделать нам надо получается что в объект меню бар вставить объекты меню вставить объекты и эти же объекты куэкшн надо вставить в объект ту бар этим и займемся создадим два пункта меню уже я создал для того чтобы сократить время меню бар это метод который принадлежит классу ку-меню поэтому он здесь вызывается без указателей на другие объекты соответственно меню бар у нас вращает указатель на объект ку-меню бар для него вызывается метод отменю метод отменю возвращает указатель на созданный объект ку-меню таким образом вызывая два раза этот метод мы создаем два пункта меню сохраняем локальные переменные их указатели мы получили два пункта меню здесь на макро стр не обращайте пока внимание это будет отдельно ролик посвящен строкам интернационализации и так далее символ end да антерсант помечает буковку которая будет подчеркнута в пункте меню и эта буква будет использована для быстрого доступа к пункту меню проще продемонстрировать чем объяснить создали два пункта меню они автоматически поскольку мы использовали для этого метод меню добавились в панель меню и дальше наполняем эти пункты меню первый пункт меню называется table меню для него вызываем методы add action указывая иконку и строку поясняющую что мы собственно делаем название так также по такому же принципу составляется вот эту конструкцию тоже сейчас про нее рассказывать не буду по сути дела у нас класс qicon может забирать изображение из разных вариантов форматов через несколько прослойок из файла из ресурса qt ресурса специального и в том числе из байтового массива вот это вот конструкция забирает данные из байтового массива который представляет себе картинку и формирует класку icon который передается в действие таким же образом формируется еще одно действие то есть добавить удалить дальше вставляется разделитель сепаратор и добавляется третье действие выкидь для третьего действия задается быстрая клавиша setShotCart метод задает быструю клавишу в принципе похожим образом как мы отслеживали нажатие клавиш с помощью событий но это за нас реализовывается то есть нам достаточно вызвать только метод для объекта класса collection setShotCart после этого это действие будет работать аналогичным образом наполняем второй пункт меню help двумя действиями available кодекс и about то есть по приложению стандартный пункт меню доступный в большинстве приложений у нас получилось уже созданных несколько действий часть из которых у нас являются переменными класса это addAction removeAction и кодекс action а часть нам не понадобится поскольку мы их здесь обработаем поэтому мы их сохраняем указатели в локальной переменной например addAction действия about мы нигде не сохраняем а это означает что оно никак не будет обрабатываться то есть это заглушка которую потом можно реализовать в данном случае мы ничего с ним делать не будем сохраненные нами два действия addRemove добавляются на панель инструментов toolbar для этого сначала оно создается это она панель создается вызова метода addToolbar методы класса commandWindow дальше указатель мы получаем на эту панель инструментов и для нее вызываем addAction но в данном случае уже не нужно передавать значения которые мы здесь передали поскольку у нас уже объекты действий готовы вот два и вот мы их сюда же передаем таким образом мы сформировали два элемента главного меню это собственно панель меню главного окна это панель меню главного и панель инструментов у нас тем временем проект собрался поскольку мы добавили файлы можем запустить посмотреть обратить внимание именно на эту часть главного окна все таки он просит еще раз собрать проект и его послушать вот здесь вы можете видеть конструкцию знакомую вам это соединение сигналов поскольку мы поговорим с временем у нас проект практически собрался сейчас он закончится и так на центральную часть пока не обращайте внимания обратите внимание на верхнюю часть окна у нас появилась меню состоящий из двух пунктов table и появилась панель инструментов состоящий из двух пунктов add remove при этом здесь название высвечивается add remove и здесь название высвечивается add remove панель инструментов поскольку он у нас по умолчанию его даже можем перетащить куда-то разместить в других областях главного окна это можно отключить можно оставить работать кроме этого работает быстрый доступ вот эти самые буквы помеченные нами имперсантом быстрый доступ осуществляется с помощью клавиши alt стандартное действие реализованное во всех интерфейсах я нажимаю alt выделяется пункт меню первый чтобы получить быстрый доступ какому-то одному из пунктов меню соответственно подчеркнуты две буквы у нас t и h для того чтобы получить доступ к меню пункту меню t нажимаю клавишу t открывается меню table здесь у нас три пункта с подчеркнутыми буквами a r r и x x давайте выберем первый пункт нажимаю клавишу a но ничего не происходит потому что у нас это действие пока что не реализовано а если я еще раз выберу пункт меню table и нажму x от штицы выпуска вас попробуем проверить работу быстрой клавиши пункт меню у нас один пункт меню я напомню при создании для него была задана быстрая клавиша есть клавиши быстрого доступа и есть быстрые клавиши сочетания ctrl q захожу в приложение нажимаю ctrl q приложение завершается таким образом мы в общем то посредством небольшого кода реализовали главное меню и панель инструментов пропустим реализацию центрального виджета ставим его на запуску посмотрим как реализован у нас панель статуса или виджет состояния здесь в комментариях правильно конечно панель статус как мы видели в документации он достаточно простенький позволяет добавлять туда виджеты в общем то разные виджеты и показывает сообщение что здесь проделано здесь добавляется один виджет пустой текстовая метка ну поскольку это самый простой виджет можно было даже кул виджет добавить но я решил однообразие соблюсти у лейбл указывается в качестве предка статус бар указывается первым параметром что на первое место 0 это 1 это 2 на первое место добавляется вот этот виджет пустой и указывается третьим параметром методе insert виджет коэффициент растяжения то есть этот виджет будет растягиваться коэффициентом 1 это мы разбирали на одной из первых лекций вот это добавили вот этот метод вызов этого метода добавляет у нас второй виджет который уже содержит текст статус виджет ставит его на второе место и третий параметр не указывается по умолчанию он 0 это означает что первый виджет у нас будет растягиваться а второй растягиваться не будет поскольку это у нас панелька то есть ленточка то второй виджет будет привязан к правому краю то есть вот эта надпись будет справа а вот это пустое пространство оно будет растягиваться обеспечивая возможность для вывода сообщений и например при запуске приложения у нас будет выведено сообщение application стартов цифра 5000 означает 5 миллисекунд то есть сообщение будет выведено на 5 длительностью на 5 секунд после этого сообщение исчезнет давайте еще раз попробуем запустить приложение и обратите внимание вывелось сообщение application статус оно сейчас исчезнет исчезло сообщение статус бар виджет осталось и мы видим треугольничек который на пустом главном окне не было он появился сразу после того как мы начали наполнять виджет панели статуса теперь поговорим про центральный виджет здесь приведен пример использования интерфейса так называемого интерфейса мди как я вот сказал в начале вообще говоря центральный виджет может любым быть виджетом созданным вами но вот эта конструкция фишка отображение окон в окне сейчас редко используется с точки зрения функциональности вызывает некие сомнения раньше вот в ранних версиях программа microsoft word активно использовался вообще в первых версиях операционной системы windows часто можно было встретить приложения в которых окна были реализованы в окне интерфейс мди это интерфейс многодокументный так называемый вот про него статейка только когда будете про него искать вводите строчку мди куи если просто введете мди выявится аббревиатура относящаяся к сетевым технологиям то есть по сути дела окно в окне несколько документов отображаются в одном окне здесь можно их раскрывать появляются вот такие вот кнопочки маленькие сворачивания можно сворачивать если закрыть то тогда назад вернуть уже не получится только программным способом вот но тем не менее вот интересная особенность стишка может быть кому то будет интересно это использовать но это я только для красочности добавил можно было любой виджет сюда вставить в общем то также в центральной области бы он отобразился а как реализована вот эта конструкция довольно просто виджет виджет который реализует этот механизм мультидокумент и так и называется MDI создается объект он указывается в качестве центрального бюджета если оставить только эти две строчки то область MDI будет вот такая серенькая пустая но мы ее наполняем мы создаем еще три объекта один из которых объект для отображения информации в виде дерева другой в виде таблицы и третий в виде списка пока эти элементы у нас пустые здесь закомментирован код который их наполняет пока просто задаются заголовки чтобы было понятно какое к чему относится дерево таблица список и эти виджеты с помощью вызова метода add-sap-window для виджета в коем диарея добавляются в пространство мультидокументного отображения при этом центральный виджет у нас остается этот и таким образом формируется центральный виджет окна в общем то про внешний вид мы поговорили то есть про док виджет предлагаю вам разобраться самостоятельно не думаю что там будут какие-то сложности вот а внешний вид у нас готов маленького простого приложения с главным окном меню панель инструментов статус осталось разобраться как нам обрабатывать активацию действий которые мы добавили в пункт меню в панель инструментов ну вы можете уже догадаться что с помощью сигналов и слотов на которые я обращал внимание документации сейчас вернусь с одной так вот действия вот и на сигнал нам больше всего подойдет сигнал триггерит поскольку он именно активация означает да то есть активация действия это если у нас нажато отжато может быть действие а это просто активировано вот этот сигнал мы и будем обрабатывать но в отличие от предыдущего примера я окно заходу когда у нас диалоговое окно в нем мы делали слот который реагировал на нажатие и по логике можно догадаться ну или подумать что на каждый сигнал на каждое соединение нам можно делать один слот то есть сигнал слот сигнал слот а в данном случае у нас действий несколько соответственно от каждого из них пойдет сигнал а слот один как нам выйти из этого положения ну конечно можно создать несколько слотов но иногда удобно создавать один чтобы не множить сущности каждый в общем то сам для себя решает как ему удобнее ну вот можно и так первое соединение здесь понятно уже без объяснения то есть слот закрывает окно а действие exit то есть выбор пункта меню exit остается три действия и кодекс action и все они сигнал сигналом триггера соединены с слотом одним слот reaction давайте посмотрим на этот слот вот он достаточно большой вход получился то есть даже вот на экран не влазит что очень нехорошо тем не менее здесь первой строчкой идет обращение к методу sender метод sender принадлежит классу QObject поскольку у нас все классы наследованы от него то мы можем его вызвать и возвращает он по названию понятно что отправитель то есть тот кто послал сигнал то есть то есть в методе который является слотом вызвав метод sender мы получаем указатель на источник сигнала который был отправлен сюда для обработки вызывается возвращается указатель на класс QObject мы заодно можем проверить что мы все правильно реализовали с точки зрения той логики которую задумали по нашей логике сигналы в нашем приложении здесь отправляются только объектами класса QExion QExion также отнаследован от QObject значит мы можем указатель QObject преобразовать к указателю QExion используя конструкцию DynamicCaster она у нас если наследование было одного объекта от другого вернет указатель QExion указатель на QExion если нет вернет null ну и заодно в режиме отладки сможем это проверить проверять в итоговом ходе в релизе нам это не нужно поскольку мы логику думаем что реализовали правильно вот такой мы делаем допуск убирая лишнюю проверку нескоро и здесь дальше идет многоуровневая конструкция сравнения с указателем сендер то есть вот сравнивается сначала с одним указателем на один объект QExion потом с другим здесь здесь и здесь кодекс и в последнюю конструкцию оператора if-else вставляется вызов опять-таки в режиме отладки вывод исключение о том что мы попали сюда в ветку случайно мы не должны были сюда попасть поскольку у нас сигналом может быть только три раз два три таким образом в нашем наш слот обработал три сигнала на каждый сигнал мы сделали реакцию но реакцию мы сможем увидеть только одну вот она здесь я не буду пояснять подробно что означает этот код нам важно на текущий момент увидеть что здесь вызывается статический метод класса QMessageBox Information QMessageBox это один из классов реализующих стандартное диалоговое окно в ролике про диалоговое окно я этого касался но не разбирал подробно каждый из этих стандартных окон я думаю это каждый может самостоятельно сделать ничего сложного там нет в данном случае у класса QMessageBox который сам по себе является стандартным есть еще более стандартный вызов стандартного окна который просто выводит информационное сообщение просто текст с заголовком Available кодекс а содержимом некую строчку которая формируется вот этим кодом про это мы поговорим я надеюсь отдельно но на текущий момент можно понять что у нас при выборе действия кодекс уводится сообщение текстовое в отдельном окне диалоговое окно давайте это проверим действие у нас во втором пункте меню вызовем его быстрые клавиши Alt H здесь у нас быстрые клавиши нету поэтому просто энтером выбираем доступный курс кодекс вот у нас появляется диалоговое окно содержащие некоторый набор слов в значении текстовых кодеков закрываем закрываем главное тем не менее несмотря на то что весь код мы разобрали мы все еще не задействовали созданные нами такими стараниями усилиями и мучениями диалоговое окно чуть-чуть корректированное но тем не менее не проверенное вызывается оно в закомментированном коде который мы будем разбирать позже здесь точнее даже не совсем здесь вызывается метод а здесь вызывается диалоговое вид знакомый нам вызов метода экзек и сравнение с тем что это у нас успешное завершение не успешное поскольку пока еще мы это использовать не можем мы добавим временный код который реагирует у нас на действие добавить то есть диалоговое окно называется add значит по идее по нажатию кнопки добавить должно вызываться это самое диалоговое окно добавим вызов диалогового окна но так чтобы проверить еще и работу кнопок ok cancel добавим вывод в панель статуса результата выбора пользователя это у нас метод show message класса статус бар здесь надо указать некий текст текст мы будем выводить тоже на 3 секунды сюда ставим функцию формирования этого текста для этого проверим результат который нам вернет метод exe если у нас результат положительный мы поместим в панель статуса текст окей нажата нажата клавиша окей если отрицательный поместим в панель статуса текст нажата 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 клавиша пенцила слишком длинная строчка получилась вот вот у нас получилась конструкция то есть по идее при выборе пункта меню добавить или нажатие кнопочки на панели инструментов добавить у нас будет выполняться и результат будет отображен в панели статусе давайте проверим правильно ли мы это сделали собираем проверку и 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 запускаем пробуем активировать клавишу добавить появляется диалоговое окно то что оно то которое надо можно проверить щелкой на пустой области у нас появляются плюсики заголовки нажимаем ok видим вывод сообщения в панели статус оно пропадает потому что появляется на 3 секунды вызываем еще раз нажимаем концом видим сообщение таким образом сегодня мы с вами достаточно существенно продвинулись изучение возможностей создание графического интерфейса библиотеки и в общем то теперь вы можете строить красивые и полноценные приложения полнофункциональные но тем не менее у нас есть еще несколько вопросов которые стоит разобрать чтобы эти приложения строить вам не просто а бы как а более менее с эффективным кодом вот об этом мы поговорим в дальнейшем а на сегодня все всем счастливо а а Продолжение следует...